Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас снова все на проекте Родина Роллеплей, Центральный Округ, мне здесь Кирюха Полканов, не забывайте введите по ним при элитации, также можете введите промокод на шестом уровне, вся информация есть в описании под видео. Сегодня будет у нас реально очень интересное видео, потому что сегодня мы наконец-то решим, что лучше для Дрифта, Чайзер, либо Ниссан Сильвия. Я думаю, видео будет интересно, поэтому обязательно поставьте лайк, и не забывайте подписываться на канал, потому что моя цель 20 тысяч подписчиков, и чем скорее мы это сделаем, тем скорее я хочу запустить конкурс для вас, поэтому не лейтесь, подписывайтесь, и не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Итак, пацаны, есть получается две вот такие вот замечательные машины, это Тойота Чайзер и Ниссан Сильвия. Вот эти две машины, машины это самые дрифтовые машины на серваке вообще, эта машина стоит примерно 10 миллионов, эта машина стоит примерно 3-4 миллиона. Как бы я специально себе сливу вчера купил, чтобы сегодня вам записать такое интересное видео, показать все как оно есть на самом деле. Сейчас прокатимся по трем конфигам, получается, это вот кольцо есть, потом есть еще одно кольцо, получается, в центре Разомаса, и есть, получается, кольцо, как ехать на АБ. И мы протестируем эти две машины одинаково, одинаковые будут для них испытания. Сначала, я думаю, давайте затестируем сливу, а потом уже будем тестировать, получается, Чайзер. Вот, садимся в автомобиль, я включаю худ, чтобы вам было все видно. У нас будет 5 попыток на каждом участке. Вот, сначала слива сейчас будет ехать, я извиняюсь, пацаны, я только проснулся, могу немножко тупить, могу немножко заговариваться, поэтому извиняйте, как бы я всегда с утра видосы записываю просто, поэтому вот так вот, в принципе. Кстати, забыл сказать то, что Чайзер стоковый, он только с нейтройсиком, и слива так же самая стоковая, только с нейтройсиком, поэтому у них одинаковые шансы. Все, едем, получается, сейчас нам нужно пройти кольцо, я включаю сразу нитро, и посмотрим, кто лучше пройдет этот кольцо. Самое главное, проехать сейчас 5 кругов, чтобы нас не развернуло. Если что, клава щелкает, пацаны, я надеюсь, вас это не сильно будет раздражать. Ох, как опасненько, пацаны, опасненько, с нейтройсиком, конечно, вообще, она идет по-другому. Главное, короче, чтобы меня не развернуло, и надо, чтобы не выровняло полностью. Курадика просто ебашим, пацаны, ебашим просто под фонг, я надеюсь, Ай меня немножко выпрямило. Так, это какой круг был, второй или третий? Вот, сейчас, по-моему, третий еду уже, третий круг, пацаны, едем, всего 5 кругов будем проезжать, ну, типа, чтобы по-честному было. Так, 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 четвертый круг сейчас будет, пацаны, четвертый круг, еще меня не развернуло, пацаны, еще не развернуло, я просто на Сиве больше раньше катался, чем на Чайзере. Ой-ой-ой-ой, давай, давай, пятый сейчас будет, вытянул, вытянул, пацаны, видели, просто. Так, немножко меня выпрямило, но я вытянул последний круг просто. Так, вроде это пятый, да, у нас уже получается? Пятый круг, сейчас мы полностью проедем, ну, почти, пацаны. Ну, я вроде бы проехал полностью пятый круг, вот на этом месте начинался круг, как бы, а я почему-то оттуда считал. Ну, короче, пять кругов она спокойно проехала. Теперь берём чайзер, пацаны, посмотрим, проеду ли я на чайзере. Вот честно, внешне мне больше чайзер нравится, ну, если за внешку говорить, то мне внешне больше нравится чайзер. Ну, у него морда такая, блин, ну, понятное дело, что Слива, как бы, это легенда, все дела, но чайзер мне почему-то побольше нравится, ну, именно в игре. Именно в игре он мне нравится побольше. Всё, пацаны, едем дальше, получается, сейчас нас будет Марк исполнять. Ну, Марк просто такая баржа, знаете, здоровая просто, здоровая баржа. Он и пацан пытается дрифтить, я так понял, да? Давайте сейчас его пропустим. Теперь мы выезжаем, нужно опять делать пять кругов. Так, опа, пошёл, 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 аккуратненько просто, без понтов, надо чисто пять кругов проехать. Ну, мне кажется, у меня не получится, потому что я к чайнику не очень привык. Я вчера дрифтил, получается, на чайнике, и потом думал, бля, почему бы не записать видос, не сравнить две этих машины. Меня только что выровняло, видите, Марк не так сильно боком идёт, его нужно немножко раскачивать потихонечку. Либо у меня ручки кривые, ну, пацаны, сейчас посмотрим. Так, это я второй уже круг еду, получается. Так, 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 меня заносит, давай, 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 давай. Нужно его вытягивать, видите, слева, сука, полегче идёт всё-таки. Слива в плане дрифта идёт полегче. А эту машину надо раскачегарить сначала, нормально? Так, это у нас какой третий круг был? Сейчас, по-моему, четвёртый начинается. Не, ну иду неплохо, вроде бы, согласитесь, типа, ну, я не знаю, какой дрифт будет красивее, на сливе или на этой машине, но вроде бы иду неплохо. Так, нажился пятый круг, по-моему, и меня выровняло только что. Меня выровняло уже два раза или три. Вроде бы я полностью эти все круги проехал, просто к ней надо ещё привыкнуть, всё, меня выровняло, короче. Ну, вроде пять кругов я проехал. Но слева себя показал лучше, пацаны, не спорю. Ну, блин, просто слева, она короткая, на ней удобнее дрифтить, реально. Но не везде, поэтому сейчас мы поедем на другую локацию и будем пробовать там дрифтить. Итак, вот следующая локация. Это у нас, получается, возле этого, блядь, как она называется? Центр, центр занятости, вот. Вот здесь у нас есть, получается, дрифт-площадка тоже. Ну, честно, она мне не очень нравится, но, как бы, я думаю, здесь тоже можно подрифтить, что-то показать. Начинаем с сливы, тоже пять кругов. Короче, на каждой локации будет пять кругов. Всё, включаем нитро и пошёл. Здесь придётся, конечно, перекладки делать. Ой-ой-ой, как она идёт, как она идёт, смотрите. Видите, аккуратненько. Ты шо, видите, вот у неё угол очень хороший. Видите, как она просто, её можно очень хорошо закидывать в поворот. У неё угол очень хороший. Вот в этом она мне, конечно, очень нравится, эта слива. Но чайзер, блин, нравится из-за того, что это просто вагон такой здоровый, который дрифтит. Вот, перекладочки, допустим, делаем. Так, это второй круг пошёл. Ну, типа, идёт она неплохо, да. Вот, выровнялись только шо. Но здесь просто локация не очень. Поэтому, чувакам, музыка ебашит. Я чуть только шо не оглох, реально. Вот видите, как она угол просто держит на повороте. Вот это, конечно, её фишечка просто. По-моему, это, кстати, заменка Элегия, по-моему, если я не ошибаюсь. Это Элегия. Поэтому она дрифтит, конечно. Неплохо, неплохо. По-моему, это четвёртый круг уже пошёл. А, видите, обратно развернуло. Ну, неплохо, пацаны, было. Было неплохо, согласитесь. Было очень даже неплохо. Всё, теперь берём чайзер. Будем пробовать на нём. Ну, бля, ему здесь сложно будет, реально. Ему здесь сложно будет, потому что он, сука, длинный. Смотрите просто. Поехали, поехали, врез за Олегами. Так, давай-давай-давай. Не вхуя себе, ебать. А, неплохо он идёт, кстати. Он неплохо, кстати, идёт. Опа, смотри, давай-давай. Ого. Бля, видите, вот здесь, конечно, далеко иду. Бля, как там чувак со своей музыкой заебал, реально. У меня уже голова от него болит. Давай-давай-давай-давай. Оп-оп-оп-оп. Опа-опа-опа. Давай-давай-давай. Ай, молодец, ай, молодец. Красавчик просто. Какой-то третий круг сейчас идёт. Не, ну, идёт очень неплохо, пацаны. Согласитесь? Мне кажется, он даже здесь лучше, чем слива. Он как-то очень плавно едет, знаете, и очень управляемо. Перекладочки делаем. И пошёл обратно. О, пошёл, пошёл, пошёл. Пошёл. Обратно перекладка. Обратно перекладка. Фух, вытянул, пацаны. Вроде бы это пять кругов было. Мне на нём было поприятнее ехать, чем на сливе. Слива, как-то, знаете, и разворачивала много раз. Поэтому здесь Марк себя лучше показал. Ну что ж, пацаны, следующее испытание. Это кольцо. Получается, как ехать на АБ. Этот поворотик мы так чисто по приколу проезжаем. И вот здесь самое главное сейчас как-то, как-то дрифтить, короче, надо. Перекладки делать, короче. Самое главное не стоять на месте. Так, давай, давай, давай. Пять кругов, пацаны, едем. Напоминаю. Так, вот просто перекладочки хотя бы делать надо. Просто надо не выровняться. Надо просто не выровняться. Вот перекладки делаем. Так, и пошёл обратно в дрифт. Вот здесь на самом деле сложное такое место. Потому что здесь, видите, прямая идёт. И здесь типа, ну, прямо ехать это будет тупо. Поэтому хотя бы перекладочками надо вытягивать. Не, ну, сложно здесь, пацаны, сложно, реально Я вчера здесь пробовал, у меня, честно, плохо все получалось Давай, 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 родная Давай, давай, выровнялся, выровнялся Так, ничего, исправляемся Исправляемся, так Третий круг сейчас будет ехать Давай, 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 давай Тяни, 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 нитро подрубаем Ого, киззавол был, киззавол был Так, давай, родная Давай, на всех парах просто залетай, залетай, залетай Давай, 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 вытягивай, вытягивай Вытягивай Ой, молодец, ой, молодец Давай, родная, ты шо, ты шо, ты шо делаешь? Не, с Титройском, конечно, она получше, поинтереснее едет. Напоминай, пацаны, что обе машины стоковые, просто нитро стоит. Я здесь, честно, не тренировался, я на кольце часто ездил, возле заправки, вот там вот. Я, в основном, там катаюсь, а здесь я вообще впервые. Ну, я вчера пробовал здесь, там, пару раз проехаться. Ну, пацаны, сложный конфиг, согласитесь, блядь, ну, ну, реально сложный просто, потому что кольцо очень большое, и тебе нужно просто вот это все кольцо боком проехать. А оно, как бы, не маленькое. Давай, давай, давай. Давай, опа, опа, опа. Ой, блядь, сильно разогнался, сука, сильно разогнался, так, хорошо. Сильно в себя поверил, пацаны. Из-за вол только что был. Нет, чайник что-то тут вообще сложно ему, сложно. Ему здесь реально сложно. Ну, сейчас попробуем. Первый круг у нас, конечно, вообще не получился, я, блядь, уебался, конкретно причем. Он что-то вообще не тянет здесь. Он, получается, заходит в дрифт, и потом начинает затухать. Блядь, обратно уебался, короче. Вот это место не для Марка, он здесь не вытягивает. Если он, конечно, был бы на тюнинге, может быть, он вытянул бы. Видите, все, ее выравнивают сразу. Ее сразу просто выравнивать начинают. Сучка, блядь. Ну, видите, я не уебался, я не уебался, я вытянул. Ой-ой-ой, давай. Сука, видите, блядь, мощности не хватило только что. Не хватило просто мощи, блядь, ему. Я, конечно, блядь, больше же часа ртопил. Ну, видите, сука. Шляпу, блядь. Тяжело на нем, сука. Тяжело, реально. Тут надо уметь, реально. Тут надо уметь на нем. Либо надо, чтобы нитро постоянно работало. Давай, 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 родной, давай. Кланчуй, кланчуй просто даже. Кланчуй, пацаны. Видите, сука, выравнивает его. На кольце ему легко, потому что места много. А здесь ему сложно, сука. Он не вытягивает, видите. Он этот поворот не может пройти. Его он начинает франивать, либо просто мощности не хватает. Вот в таких местах, да, ему нормально, где много места. А где мало места, конечно, да, блядь, ему сложно. Поэтому я считаю, пацаны, то, что ничья. А вы можете написать в своем видео в комментариях, что по-вашему лучше дрифтит. Слива, либо чайник, пацаны. Напишите об этом в комментариях. Честно, выбирает чайник из-за того, что он красивее. Лиса, по мнению, он красивее. Но это просто вагон, который ебашит. Я считаю, то, что вагон, который ебашит, со стороны выглядит поинтереснее, чем слива. Ну, я про игру говорю, в реальной жизни, конечно же, я не знаю. Ну, а так, пацаны, пишите в комментариях, что больше понравилось вам. Слива, либо чайник. Как бы слива стоит в два раза дешевле, чем чайник, если что. Но мы сейчас выбираем не из-за цены, а чисто из-за дрифта. Какая, по-вашему, машина показалась лучше для дрифта? Чайник, либо Nissan Silvia. Ну, честно, Silvia, ну, такая более, знаете, читерская в дрифте. Именно, знаете, вот в любом месте. Она просто маленькая, она удобная. Вот в дрифте она удобная из-за того, что она маленькая, она короткая. Это купешка, понимаете? А вот это, сука, большой вагон, блядь, который ебашит боком. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok